Внимание друзья! Начинаю пятую часть аудиокниги, записки зачарованного сибирского садовода. Вот он я, перед вами. Так, проверяю еще раз. Запись идет? Идет. Продолжаю. Своим фундаментальным открытием считаю возможность увеличить морозостойкость с помощью вегетативной гибридизации. Кстати, ее как бы не существует на свете. Поясняю свою мысль. За миллиарды летнюю историю о развитии плодовых деревьев они приобрели способность выживать и продлевать свой род в самых жесточайших условиях. Внешне это выражается в том, что попав с нашей помощью с юга на север, а не в экстремальную зиму, будучи практически мертвыми. На отдельных ветках дают обильный урожай. Я его называю предсмертным с целью продления, успеть продлить свой род. А далее начинается моя теория и практика с инвестиционным планированием на отдельном направлении. Это означает, что именно эта ветка, в скобках ветки, выросла из почки, которая имела повышенный запас прочности. Перенос черенковских веток на молодые подбой дает возможность закрепить качество, повышенную морозостойкость за несколько поколений до предела. И что немаловажно, без ухудшения качества плодов. Это открытие назвал третий путь селекции. На данный момент наука считает это бредом. Подчеркиваю, он практичен только на границе выживания плодовых растений, а именно в Сибири и Севере России. Учитывая масштабы деятельности тысяч и тысяч сангольских садоводов и сотни тысяч переносов веток с подмерзших деревьев на другие подбое, и произошло то, что называется сангольским феноменом и сибирским чудом. Но я изучил его, сделал выводы и передал ему целенаправленный характер. Следующая глава. Мистика тоже познается. Мистика. С перестройкой гласностью в нашу страну хлынула иностранная литература. В ней мистика, чертовщина и реальные факты были перевешены так, что чертного сломит. Астрология, хиромантия и паранормальные явления. Откуда-то из тени вылезли маги, колдуны и ведьмы, а еще восточные учения. Казалось бы, к садоводству это не имеет ни влечьего отношения. Но не спешите. На селе мной владел чисто познавательный язык. Есть ли там хоть немного правды? Тем более, что мое материстическое мировознение делало наш мир слишком простым и скучным. Я сначала убедился, что астрология в жизни людей равна только первым приближениям. В жизни людей садов и городов хорошо тем, что дисциплинирует нас, вставляя в рамки. Познакомился с сильными экстрасенсами. Чего-то нахватался. Убедился, что существует телекинез и телепатия. Когда слышал звон телефона, еще не поднимая трубку, знал, кто звонит. Начитался, научился владеть маятникам и биолокационными рамками. Они сыграли роль очков для полуслепого. До этого догадывался, что наше познание мира ограничено пятью неразвитыми органами чувств и инструментами. Оказалось, мы живем в океане энергии, невидимых излучений и силовых линий. Но слишком толстокожая, раз и навсегда, возможно, потерявшая в заложенных перволюдях уникальное качество. Почему навсегда? Потому что отравляем и разрушаем планету, она намстит, уничтожая здоровье на фонд человечества. Но это тема для другой главы. А мне с помощью биолокационных рамок стало сильнее причина здоровья или нездоровья плодовых деревьев. Я забегу подогенных зон, а по-простому гиблых мест множество. А значит, их роль влияния на наше здоровье и садом тоже огромна. Новые развития биолокаций не получат. И возможность находить и исключать из нашей жизни гиблые места не будет. Наука не дремлет. Мы вернулись в Средневековье. Бодрался Теренок с дубом. Признание пришло в 2007 году. Неожиданное приглашение на Московскую конференцию, международную конференцию по инновационным технологиям. Ехал в надежде рассказать о реальном продолжении на северо-восток южных культур. Без ухудшения качества плодов. Надеялся найти единомыслников. Попался со докладчиком, но сам все испортил. Мне бы на большом экране показать невероятные фотографии, невероятных для Сибири плодов. А я закусил дела и начал критиковать ученых, которые в газетах и журналах пропагандируют нормальный для юга, но смертельно опасный для северо-агроприема. Но я даже критиковался. Сидение Глада попросили покинуть трибуну. После этого, как по команде, отвергли мои материалы, ведущие московские журналы и газеты. Ближе к 60-летию понял, что пробить информационную блокаду можно только если сдать книгу. Написал. Но оказалось, что она неужели ни чиновникам и садоводцам, ни издательствам. Только за свои деньги. А где вы видели богатого пенсионера-селекционера? Подарок судьбы – это знакомство с самим Энн И. Курюмом. Садоводцем в виде книг и статей довольно скучная материя. У Николая Ивановича наверняка лучший в стране талант писателя-рассказчика и уникальный опыт и знания профессионального ученого-садовода. Его книги не просто читают, а ими зачитываются. И вот наша общая книга «Умный сад. Как перехидрить климат» уже выдержала два издания. Неожиданную моральную поддержку получил от генерального директора знаменитого на всю страну научно-производственного ведения сады России Степанова, город Челябинск. Приглашение в гости, испытание моих клонов в новом селекционном саду. Уже печатаются мои материалы в новом директора Степанова в великолепном журнале «Сады России». В планах Владимира Васильевича в создании научно-светского института. Как? Института. Как знать, может, когда-нибудь читать там лекции? У студентов будут загораться глаза. Привидя на экране, не вряд ли не седели плодов. Царство имя небесного Владимира Степанова. Вот чем кончилось. Перейти вдруг волшебник. Статистика гибели плодовых деревьев ужасающая. Проблемы сразу две. Сорта непригодны для данного региона и конкретного земельного участка. Второе. Опыли с прошлых веков и современная периодическая литература с агротехникой, применение которых с гарантией уничтожает деревья или делает их век коротким. К тому же большинство садового датчика вообще ничего не знает и не читает. Но что-то слышали. В результате миллионы неудачных попыток от детей и себя кормят отравленным импортом. Я далек от мира высшего среди специального сельхозобразования, но сам был студентом и знаю, что такое скучная лекция и лихорадочное конспектирование на разборчивой каракуле, переходящая постепенно в глубокий сон за партой. И, наконец, диплом, после которого ты на производстве дурак дураком. Вряд ли сейчас что-то изменилось. Знаю, что теперь можно купить готовый диплом на работу у своих же заботных преподавателей. Ну и кто доверит в гостяку вуза закладку промышленного сада? А? Но сих плодовых садов никогда не будет? Мне за свою садовую жизнь пришлось услышать, прочитать и дать ответы на тысячу вопросов, поставить сотни экспериментов, опубликовать сотни материалов газет и журналов, совместно с телевидением создать учебные видеофильмы. И все равно это капля в садовом море. Нужен многосерий, разбитый на сезоны и месяцы года. Учебный видеофильм, снятый в уникальных садах, именно с садовогорских волшебников, с их уникальным опытом. И это пока мы еще живы. А за нами пустота. Ребята, а сколько как-то мало осталось. Вот это еще живы, единицы живы. Это должен быть уникальный и увлекательный фильм рассказ о красоте природы. О том, что даже сама Тайга и горы подсказывают нам, что можно, а кто не заливает в саду. Как устранный лист, веточка плодовая, ростовая. Почему деревья тянутся к солнцу? Как с деревом взаимодействуют его квартиранты? Мы их называем вредителями, а я с симбионтами. Еще сотни, зачем и почему. Этот фильм смогут изучать в средних школах, на уроках биологии. После него у многих детей отпадет желание рубить деревья и поджигать лес. Выпускники сельхослужива смогут стать настоящими агрономами. Садоводы практики возьмут по гектару земли и без аккорного вырастет цветущие сады еще лучи, чем промышленные. И эти записки, скорее всего, кроме моих последователей, никто не увидит. Последняя редакция книжного издательства вместо гонорара за 30-летний опыт потребовалось у меня по 2000 рублей заказано на печатанный экземпляр. Вот так. То, что вы сейчас видите, это пятая часть книги. Вот она все-таки есть. Есть в электронном виде. Есть бумажная. Но это, кажется, 1200 экземпляров. Это капля в море. Все-таки напечатано, но мы просто собирали деньги по принципу, шапку по кругу. Должно быть их миллион хотя бы. По идее, это должен быть государственный заказ. Хоть на книги, хоть на фильмы. Но надо смотреть правде в глаза. Садоводство не входит в приоритетные проекты. Да и зачем? Ведь все магазины прилавки ломятся от фруктов круглый год. Отравленных фруктов круглый год. И получается, что судьба важнейшего доставоводства фильма и этой книги зависит от неведомого мне частного лица, который умеет уже все, что может пожелать и вдруг захочет сделать шаг к Богу. Божественный промысел. Удивительные мысли приходят в голову. Вдруг все было не так, как принято считать уже века и тысячелетия. Официальная версия из «Диких, подносящих деревьев» путем селекции по поколению за поколением за тысячи лет. Миллионные и миллиарды попыток. И были созданы современные сорта с великолепными крупноплодными плодами красивейшими и красивейшими. Прошу прощения. Кто-то звонит. Я только знакомлю. Алло. Извините, продолжаю. Так. А если все было наоборот? Моя версия. В библейские времена на планете росли безупречные по вкусу плодов культурные растения. Затем из-за природных катаклизмов они одичали. И только благодаря естественным поколениям волшебников-садоводов подается постепенно возвращать возвращать в скобках семенной отбор и гибридизация. И сохранять прививки. И сохранять в скобках прививки культурное качество плодов. Хожу по прекрасному саду как зачарованно и удивляюсь. Уж слишком все легко дается и все получается. А может это потому, что люблю сад и стараюсь не причинять ему боли. И с каждым годом все понятнее и понятнее становится поведением людей именно на своем ухоженном до безумной красоты участке земли. Нет, мы не потомки обезьян. Мы жители в Адеме. По неведомым причинам потеряли свою красивую прародину. Одичали и пытаемся реализовать заложенные в генной памяти любое совершенство и красоте природы в своем саду. Это мое главное доказательство на трудном пути к Богу. Так, наверное, наверное, дальше будет чережищая тема о моем мировой открытии. Поэтому я вот эту пятую часть заканчиваю. Тем более, что это все вписывается в это поведение людей, которые перестали по многу и подолгу читать и слушать. Итак, пятая серия закончена. До свидания, друзья. Это еще только 36-я страница. Сколько открытий вас ждет. Желаю вам удачи на трудном пути к Богу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...